Украина до сих пор не защитила свое информационное пространство. Мы укрепили наши вооруженные силы, Национальную гвардию, Службу безопасности. Однако ничего до сих пор не сделано для укрепления нашего информационного пространства. На территории Российской Федерации не показывает ни один украинский телеканал ни в кабеле, ни в эфирном вещании. На территории Российской Федерации существует специальная система блокировки интернет-ресурсов из Украины, на которых можно прочитать фрауду. Судя по мониторингу пророссийских пропагандистских сайтов, дана была команда в тот же вечер, как только стало известно о их задержании и о моей фамилии, немедленно давать компанию, потому что это все фейк, этого не было, это все инсценировка, это все пиар и так далее. Исходя из этого, вот вам ответ. Они будут открещиваться, будут заявлять, что мы ничего не понимаем, это какие-то граждане Украины, там дважды, трижды судимы и так далее. Я просто знаю больше, чем я могу рассказывать, там целые легенды придуманы были для этих лиц, которым надо рассказывать было на случай их раскрытия и задержания, но я не могу их оглашать. Также в социальных сетях зарегистрированы десятки тысяч фейковых аккаунтов, людей, которые якобы живут в Украине, которые лайкают посты отдельных российских пропагандистов и создают таким образом видимость, что правда это не то, что есть на самом деле, а правда это есть то, что хочется вложить в голову российской пропаганде. Поэтому нашим гражданам надо быть очень осторожны в этом моменте. Относительно заявлений отдельных лиц, а также отдельных пророссийских сайтов о том, что якобы покушение на меня это все фейк, я предлагаю им сообщить следующее. На следующем заседании суда по отношению двух лиц, которые были задержаны, они должны разъяснить нашим гражданам, что же это такое за фейк. Это что, Герасченко договорился выпустить одного из лиц, которые покушались на меня из крымского СИЗО, где он отбывал наказание, привезти его в Российскую Федерацию, обучить, как делать бомбы и вместе с другим товарищем привозить его в Украину, чтобы они здесь готовили, следили за моим ликвидацией, это просто-напросто типичный пример эффективной работы российской пропаганды. И, кстати, хочу сказать, что если бы террористический акт в этот раз в отношении меня удался, 100% через пропагандистские СМИ было бы заявлено, что это внутриукраинская проблема, что это Антона Герасченко ликвидировали какие-то правые или левые, или еще кто-нибудь, или это вообще какая-то уголовная ситуация. То есть специальная идея работы этого террористического центра – это создавать ситуации, при которых сложно понять. Кто-то убил сотрудника СИЗО Ивана Мамчура, расстрелял. Кто-то выстрелил в затылок курсанту в Харькове. Но благодаря профессиональным действиям сотрудников службы безопасности, сотрудников национальной полиции вся эта система сейчас скрыта, и мы с помощью вашей четвертой власти должны это донести всему миру.